Детский учреждение Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» и я, Инга Габешия. В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. В этом году ценные помощники должны подготовить к 1 сентября порядка 35 образовательных учреждениях города. Местные предприниматели решили поддержать традицию курорта и в очередной раз оказать помощь сочинскому образованию. А вот какую именно и кто эти меценаты, нам расскажет начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи. И гость нашей студии сегодня Ольга Медведева. Здравствуйте, Ольга Николаевна! Здравствуйте! Как только в школах прозвенели последние звонки, наше образование уже начало подготовку к новому учебному году. Много предстоит работы и какой именно? Летний период традиционно самый напряженный в нашей работе. Уже восьмой год по инициативе главы города за каждым образовательным учреждением закрепляется шеф. Помимо бюджетной помощи, это и муниципальные, и краевые средства большие, вкладываемые в образовательные организации, нам помогают шефы. 166 учреждений, детские сады, школы, центры дополнительного образования, каждый имеет своего помощника. Помощь, правда, это может быть от небольшой до громадной и очень необходимой образовательной организации. В нашей отрасли 36 учреждений нуждаются в особом ремонте. Это дорогостоящие работы, работы по ремонту кровель, фасадов, санитарных комнат. И глава города по этому вопросу провел недавно, 25 мая, совещание с нашими предприятиями. Люди откликнулись. Это тяжелая работа, но очень нужная и важная для нас. Было закреплено 58 шефских организаций за нашими 36 образовательными учреждениями. То есть все, получается, с опекунами, каждому помощь будет оказана. Да, у нас есть помощники, и мы надеемся, что с их помощью мы наше учреждение приведем к новому учебному году в хорошее, замечательное, работоспособное состояние. Ну а вот сколько же средств они выделяют? Сколько они готовы, может быть, выделить, если сравнить с прошлым годом? Вот во сколько им обошлось? Ежегодно эта цифра внушает уважение, заслуженное уважение к нашим меценатам. От 20 до 60 миллионов ежегодно шефы вкладывают в наши образовательные организации. Это, конечно, строительные материалы, проведение ремонтных работ, благоустройство территории. Вот такая помощь. Вот здорово. Вот работы они на себя берут, да, в основном строительные, но только ли это ремонт крыш или замена пола? Возможно, они еще оснащают кабинеты, я не знаю, техникой, книги закупают. Вот бывает такое? Ну, книжный фонд мы закупаем за государственный стандарт, это за средства краевого бюджета, которые выделяются на наши образовательные учреждения. А вот экскурсии, поездки, в том числе репетиционные поездки в край. Кто же они, эти шефы? Вот большая уже команда собралась. В этом году новые члены влились, насколько я знаю. Да, это, конечно же, автотранспортные предприятия, предприятия торговли, строительные весь блок нашего города. Депутаты, члены полицовета закреплены за образовательными организациями. Это и финансовая помощь, и контроль, мониторинг обстановки. Мы не отказываемся ни от какой помощи. Но надо сказать, что не только шефы приводят образовательные учреждения к надлежащему виду, к новому учебному году. Муниципальный и краевой бюджет нас не оставляют без внимания. На сегодняшний день мы понимаем, что разворачивается строительство, и уже получили 50 миллионов из края на новый детский сад в поселке Лао на улице Астраханской. Мы уже имеем муниципальный бюджет, средства муниципального бюджета, и ждем поступления из края на строительство школы в Беранде, которая у нас является аварийной. И на момент 1 сентября детки из школы номер 88 будут переведены для обучения до окончания строительных работ в 91-ю школу в Якорную щель. Мы очень нуждаемся в помощи наших бюджетов. Мы ремонтируем за счет краевого и муниципального бюджета спортивный зал замечательного нашего учреждения 95-го лицея, который в рейтингах по качеству образования бьет все рекорды. Мы будем ремонтировать ограждения в наших учреждениях, будем ремонтировать кровли, и все это муниципальный и краевой бюджет. И это подготовка к осенне-зимнему периоду, которая требует тоже колоссальных средств муниципального бюджета. То есть потому возникла, наверное, необходимость в помощи шефов, что бюджет города и края больше ориентирован на такие застарелые проблемы. И очень дорогостоящие, я бы сказала, не только застарелые проблемы, но и очень дорогостоящие. Строительство, ремонты капитальные – это большие деньги. Но вот таких благотворителей закрепляют только ли за учреждениями, которые нуждаются в срочном ремонте? Или вот, к примеру, на курорте построено 5 новых школ, есть и новые пристройки к детским садам. Вот их же тоже нужно достойно содержать. У них есть шефы? Ну, во-первых, их шефами, даже нельзя сказать шефами, а их помощниками являются те строители, которые, да, производили ремонтные и строительные работы в наших учреждениях. Гарантия качества строительных работ продлевается на 5 лет. И поэтому, да, наши строители эти 5 лет производят косметические ремонты. Для новых учреждений особая схема поддержки. Дело в том, что мы обязательно оформляем гарантирный срок строительных и ремонтных работ, когда это производится по бюджетному финансированию. И 5 лет подрядчик, который выиграл данный заказ, строительство или капитальный ремонт, он должен содержать это учреждение в порядке, ну, в части, касающейся своего ремонта, своих работ. То есть закреплен уже точно. Закреплен на 5 лет, да. Глава города как-то сказал меценатам, что поддерживая образование, мы вкладываем деньги в будущее. Считают ли так же сами шефы и всегда ли они выполняют свои обязательства? Все добропорядочно. Я не могу сказать плохих слов в сторону наших помощников, никогда. Есть разные финансовые возможности. Каждый свой вклад делает по мере сил своих, да, по мере возможности. Но все к образованию с уважением. Только слова благодарности и все понимают, что дети это будущее. И надо же сказать, что у нас нет такой семьи, в которой бы не было детей, внуков, племянников, крестников. Поэтому, ну, все наши общие дети и шефы это прекрасно понимают. Ну, и хорошо. Интересно, само образование, может быть, вы тоже обязаны чем-то шефам? Или с их стороны это бескорыстная помощь? Вот нет ли такого ощущения, что вот мы обязаны предпринимателям? Мы никогда не оставляем без внимания наших шефов. Конечно же, они обязательно приглашаются на наши торжественные линейки, на наши замечательные торжественные мероприятия. И в период педагогического фестиваля в августе месяце глава лучших награждает на сцене Зимнего театра. Это моральная награда. Это награда, которая дороже, наверное, всех финансовых вложений. Потому что человеку очень важно, чтобы его признавали, чтобы его увидели, чтобы ему сказали спасибо. Причем сотни человек. И глава не скупится на слова благодарности, ну, а наши образовательные учреждения тоже не отстают. Ну, вот варианты шефства тоже бывают разные. Бывает, что определенная организация берет опеку над конкретной школой и знакомит ребят со своей деятельностью. Организовывает экскурсии на производство, я не знаю, своеобразная профориентация тоже подростков. Некоторые школьники могут посещать музеи, выставки, если над ними шефствуют учреждения культуры. Не рассматривали такие варианты шефства? Тоже полезно было бы ребятам. Конечно. У нас целая программа взаимодействия с нашими предприятиями. Это профориентационная программа, когда, начиная с 7-8 класса, мы проводим экскурсии на производство. Есть очень интересные практики у нас. И, например, с электросетями, с нашими, Кубанинерго проводила замечательные экскурсии для ребят с целью познакомиться с своей профессией. Великолепно мы это делаем вместе с нашими сетевиками, водоканалом, Сочи Теплоэнерго. На мясокомбинат, на хлебокомбинат детей приглашают. Дети видят, знакомятся с профессией. А потом, летом, те ребята, которые достигли уже 14-летнего возраста, еще и трудоустроятся могут на эти предприятия. Конечно, на аттестованные места, конечно, с гарантированной зарплатой. И мы понимаем, что важны не столько деньги, сколько первичное знакомство с профессией, возможность этой практики, возможность попробовать свои силы, себя в деле. Если продолжить разговор о ремонте школ с помощью тех же шефов, губернатор считает, что нужно уходить от оптимизации старых зданий. Вениамин Кондратьев говорит о том, что нужно строить новые. Давайте послушаем его комментарии на эту тему. Коллеги, школу надо строить. Еще раз подчеркиваю, я обращаюсь к себе, к вам и главам. И мы будем их строить. Хватит латать то, что было построено. Не долатаемся. И стены мы у школы не расширим. И пристройками мы ничего не решим. Задача номер один. Создать комфортные условия для работы и учебы. И тогда что-то можно спрашивать. Можно речь вести о качестве образования. Только тогда, когда мы с вами создадим условия. Вот ремонт, что ни говори, все-таки это спасение для многих. Но полностью проблем действительно он не решает. Как вы считаете? В городе Сочи, как и во всех 44 муниципалитетах Краснодарского края, разработана дорожная карта по строительству школ, пристроек и новых зданий. У нас грандиозные планы. На сегодняшний момент мы нашли уже 9 новых участков для строительства школ. Уже начато строительство школы в Беранде. Мы нашли территории наших образовательных организаций, где можно построить и посадить на имеющиеся уже сети, существующие пристройки на 400 мест. Мы готовы к этой программе. Ждем капитальных вложений финансовых. Очень нужна нам эта помощь. И, как всегда, надеемся и верим в помощь края. Это здорово, потому что дети должны учиться в одну смену. На сегодняшний день в городе Сочи больше 20% ребят обучаются во вторую смену. А это значит проблемы с дополнительным образованием. Да, у нас занимаются центры дополнительного образования в первую смену. Но в любом случае режим работы, режим жизни сбит. И это организовать достаточно сложно. То есть вы согласны с мнением губернатора, что нужно строить новые. И одним ремонтом не решишь проблемы. Мы благодарны администрации края, лично Вениамину Ивановичу Кондратьеву, за вот эту программу создания новых мест в школах, строительства новых школ. Мы нуждаемся, наша страна нуждается уже в масштабном обновлении. Чтобы образование было качественным, на высоком уровне. Ну, дело не только, наверное, в новом оснащении классов, или в строительстве новой школы, или детском саду. Очень многое зависит от профессионализма работников. Нет ли проблемы с кадрами у нас в школах, садах? Я могу сказать, что в настоящее время, выполнив дорожную карту по повышению заработной платы, на сегодняшний день мы, конечно, бы хотели, чтобы заработная плата была выше, но она достойная у учителя, у воспитателя в детских садах. Вот посмотрите, за последние 7 лет в школах заработная плата увеличилась более чем в 2 раза. В детских садах в 3 раза она увеличилась у воспитателей. И острой проблемы, нехватки педагогических кадров у нас пока нет. Начался приток молодых кадров в школу. Есть, конечно, те педагоги молодые, которые подают надежды. У нас, например, победители есть среди молодых педагогов в краевом профессиональном конкурсе название лучшего учителя. И это отрадно. Педагоги из 55-й школы, педагоги из 53-й школы. Значит, есть будущее у педагогической профессии. Однозначно. Но пока решаются проблемы зданий, сами школьники на каникулах. Как организован их летний досуг? Ну, ни администрация края, ни администрация города не дает школьникам расслабиться. Занятость – это основная задача. По инициативе главы Антулия Николаевича мы уже третий год организацией занятости занимаемся вплотную и очень масштабно. У нас занято 100% детей. Это и летние дневные профильные лагеря, лагеря труда и отдыха, трудоустройство на производстве. Это работа вечерних площадок. У нас их 145 будет работать в летний период с одним выходным днем с волонтерами. Мы ведем огромную туристическую работу. Город не жалеет средств на летний отдых, на его организацию. Мы в этом году имеем достаточную сумму, это 22 миллиона, для того, чтобы сходить в походы. Две турбазы будут работать. Будут работать шесть военно-патриотических слетов. В наших турпоходах, в палаточных лагерях, на турбазах отдохнут почти 3 тысячи ребятишек. А в однодневные походы пойдет около 30 тысяч детей. Я думаю, сомнений нет. Ребята с пользой проведут лето однозначно. Еще одна тема – это подростковая преступность. Статистика показывает, что внимание к этому вопросу должно быть максимальным. Глава нашего региона, как один из выходов из ситуации, предлагает создать социальную инфраструктуру для подростков. Там, где ее еще нет, как вы рассказали, у нас с этим все в порядке. Ну вот спортивные секции, творческие кружки, клубы по интересам. Как говорится, чем меньше времени у ребенка, тем больше вероятности, что он не попадет в плохую компанию. Вот что на эту тему говорит губернатор. Мы на самом деле абсолютно недооцениваем ситуацию среди преступностей, среди несовершеннолетних. У родителей руки не доходят. И у нас не доходят. Дети начинают расти на улицах. Необходим индивидуальный подход каждого. Соцработника, воспитателя в детском саде, учителя в школе. Индивидуальный подход их и к каждому ребенку. Но наше равнодушие к этим подросткам обернется, я еще раз подчеркиваю, их равнодушием к нам только завтра, когда они вырастут. А сегодня мы как бы пробегаем мимо этих проблем. Многодетных семей, трудных подростков, мимо роста преступления среди несовершеннолетних, пробегаем и думаем, нас сегодня коснется. Коснется. Эти дети вырастут. И рост совсем другой преступности у нас уже будет. Совсем другой преступности. И все то, что вы рассказали выше, это и есть наверняка программа профилактики безнадзорности в том числе. Реализуя губернаторскую программу, программу главы города, мы в обязательном порядке в каждой форме занятости предполагаем места для ребятишек особой заботы. Для тех, кто стоит на различных видах профилактического учета. В нашей программе «Семья на ладошке». Это важно, что есть эти программы, и они работают. А если вернемся к основной теме нашей беседы, когда в подшефных школах и детсадах уже закипит работа? После всех торжественных мероприятий начнется закипит работа в наших учреждениях. Времени очень мало, его недостаточно, конечно. Но мы привыкли справляться и жить в таком режиме. Как будет контролироваться этот процесс рабочий? Кто будет контролировать строителей? Анатолий Николаевич никогда не упускает случая объехать все абсолютно учреждения самостоятельно перед началом учебного года. Управление образования тоже не бездействует. Я думаю, что контроля будет достаточно. Самое главное сейчас мобилизоваться и успеть сделать все к новому учебному году. И даже не к новому учебному году. Самое главное – успеть все сделать в приемке образовательных учреждений. Вот так. Ну и принимаете, наверное, тоже всей командой работу у шефов, да? Конечно. Весь период подготовки к новому учебному году Анатолий Николаевич своим вниманием не обделяет образовательные организации. Всегда объезд, всегда контроль за работой, за выполнением, за сроками. А к новому учебному году образовательные организации будет принимать целая команда. Это управление образованием, плюс все контрольно-надзорные органы, представители Роспотребнадзора, Госпожнадзора, прокуратуры, районные администрации, комиссия по делам несовершеннолетних. Все будем вместе и надеюсь, что результат будет достойный. Ольга Николаевна, огромное вам спасибо за беседу, исчерпывающие ответы, успехов в вашем труде. И на этом время наша программа подошла к концу. Напомню, гостем в нашей студии была Ольга Николаевна Медведева, начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи. До свидания, Ольга Николаевна. До свидания. Будьте в курсе всех событий города Сочи. И всего вам самого доброго. Ольга Николаевна.